Хочется обратить внимание на одну из наиболее частых досадных ошибок у начинающих дачников, огородников. Они выращивают рассаду томатов в таких стаканчиках, 150 мл фактически, тут где-то 100-110 грамм земли, причем земля не лучшего качества. Корни, как видите, не белые, а желтые, они задыхаются, потому что нет перфораций, некуда сливаться в лишней воде. Мало того, человек, который мне предоставил эту рассаду, еще и трамбовал тщательно землю. Смотрим результат. Вот такая корневая кормит вот такое растение 35 см высотой. И не одно, вот еще одно, по два высадили. Так делать не нужно. Этот томат момент, что с ним дальше делать, я расскажу. Вот ракета. Ракета вообще чихать хотела на образование корней. Честно, сколько я уже вынула растений. Смотрите, корневой там. Хрен да маленько. Ой, господи, вся земля скоксована, слеплена. Как видите, не дышит. Это очень, очень такая досадная ошибка. Нельзя так делать. Что нужно делать с такими растениями? Время у нас еще есть привести в порядок. Мы, во-первых, берем стакан пол-литра, наполняем его питательным грунтом, биогумус, низовой торф я беру и добавляю агроперлит. Опускаем на самое, ну не на самое, но на полтора-два пальца мы туда насыпем. Вот так опускаем растения, засыпаем питательной смесью, проливаем, убираем и еще как минимум нянчим так полторы-две недели. Нельзя так издеваться над растениями. Тут я корневую не могу вам показать, но могу сказать, что вот это растение намного лучше себя чувствует, чем те, которые я вам показала. То есть это растение корнями заполонило весь горшок. Плохо видно, горшок неудачный взяла стаканчик. Поэтому я вас очень убедительно прошу, не делайте таких ошибок, пожалуйста, иначе вы останетесь.